МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организации инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Инны Зубковской. Инна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. За пользование земельными участками, предоставленными в аренду, юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели уплачивают арендную плату. Вообще размер арендной платы устанавливается арендодателями, местными исполнительными комитетами и указывается в договоре аренды. Порядок исчисления арендной платы утвержден указом президента номер 101. Этим же указом предоставлено право местным исполнительным комитетам увеличивать либо уменьшать ежегодный размер арендной платы. С 16 января 2016 года указом президента номер 538 внесены изменения в 101 указ, согласно которым местные исполнительные комитеты могут увеличивать либо уменьшать размер арендной платы до 2,5 раз. До внесения изменений местные исполнительные комитеты могли увеличивать либо уменьшать размер арендной платы до 2 раз. То есть исчисление и уплата аренной платы по новым повышающимся коэффициентам начинается с 1 января следующего года за годом принятия такого решения. Иными словами, если принятые коэффициенты отличаются от ранее применяемых платежщиками в 2016 году, то платежщики должны самостоятельно пересчитать размер аренной платы и применить его с учетом новых принятых коэффициентов. Например, что касается арендаторов города Гомеля, то следует отметить, что решением Гомельского городского исполнительного комитета 26 декабря 2016 года номер 1414 размер аренной платы для плательщиков, которые взяли в аренду земельные участки на территории города Гомеля увеличен в 2,5 раза. До этого решения размер увеличения составлял в 2 раза. То есть получается, что для исчисления аренной платы за 2017 год плательщики должны увеличить самостоятельно размер аренной платы в 1,25 раза. Как этот коэффициент получается? То есть до 2017 года они применяли коэффициент 2 увеличенный размер, с 2017 года они должны применить увеличенный размер 2,5 раза. 2,5 раза делим на 2 и получаем, что надо увеличить размер аренной платы в 1,25 раза. Поэтому организации, которые уже предоставили декларации по земельному налогу и аренной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, должны были отразить новую сумму аренной платы с учетом ее увеличения. Спасибо, Инна Николаевна. А я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова